Последний раз спортсмен в красной экипировке выходил на ковер в 2013 году. Его зовут Юрий Бородий. На соревнования он приехал из Ржева. Тхэквондо он занимается больше 18 лет, а выбрал этот вид спорта только потому, что в его районе не было других клубов. Сейчас Юрий кандидат в мастера спорта, сам тренирует молодых ребят. Что примечательно, поучаствовать в чемпионате ЦФО по Тхэквондо он решил из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Первый бой Юрий выиграл, а на втором уступил другому спортсмену. Всего на чемпионат ЦФО среди мужчин и женщин приехало больше 100 спортсменов из 10 разных субъектов. По регламенту, за 72 часа до старта соревнований каждый тренер и спортсмен должен был сдать тест на коронавирус. Из-за положительных результатов часть команд не присутствует. Приехали на этот турнир, поучаствовали, привезли команду более 50 человек. Перед этим прошел чемпионат области, который дал возможность повезти призеров чемпионата области на чемпионат ЦФО. Этот чемпионат станет также отборочным этапом. Лучшие спортсмены отправятся на чемпионат России под Хэквондо. У рязанца Ильи Юшкина такой шанс появился. Свой бой он выиграл по перевесу в очках. Пока что у него звание кандидата в мастера спорта, но теперь ему могут присвоить и мастера. Но главный тренер региона своих прогнозов по поводу сборной давать не спешит. Потому что полгода кто-то не занимался, потом онлайн занятия, потом вышли с лета сборы стали проводить, тренировочный процесс возобновился. Но они поменяли весовые, возраст, то есть какие-то прогнозы просто нереально было делать. Тут смотрим, что получается. Пока неплохо получается. В связи с ограничительными мерами залы заполняются не полностью, а выступление спортсменов разбито по дням и часам. Сам чемпионат продлится до 23 октября, а на ковер выйдут как юноши, так и девушки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город.